всем привет часто поступают вопросы о том могут ли беженцы сменить статус временной защиты в одной стране на другую тут можно было бы ответить коротко да или нет но не все так просто и есть серьезные нюансы поэтому в этом видео мы детально разберем ответ на этот вопрос а также вы узнаете как это сделать правильно каких странах этого сделать нельзя вы увидите официальную информацию и какие есть исключения из правил а также в конце видео вы узнаете за самую большую ошибку которую люди допускают в этой ситуации и теряют из-за этого свои деньги и бесценное время но прежде чем перейти к делу попрошу пожалуйста вас обязательно в комментариях написать ваше мнение если вы беженец и находитесь в какой-то стране то напишите отзывы о вашей ситуации как у вас обстоят дела и хотите ли вы сменить страну или не хотите и почему если вы беженец и уже меняли страну то напишите как вы это делали в каких странах это делали и какие были нюансы или сложности а если вы еще в украине только собираетесь выезжать то напишите какую страну вы рассматриваете для спасения от войны и на какие моменты обращаете ваше внимание обязательно посмотрите видео до конца чтобы не пропустить важные детали и нюансы и не совершать ошибок а если вам интересно как обстоят дела у беженцев в странах которых предоставляют финансовое пособие и социальную помощь посмотрите это видео ссылка будет в описании да насчет описание во всех моих роликах в описании есть всегда важная и полезная информация для вас поэтому всегда переходите в описании и ознакомьтесь с этой информацией а теперь подписывайтесь на канал поделитесь ссылкой на этот ролик ваших соцсетях чтобы помочь всем нуждающимся разобраться в этом вопросе и давайте к делу и так на сайте европейской комиссии указано если вы захотите поменять место жительства и переехать в другую страну и с то на это у вас есть право и вы можете это сделать новая принимающая страна и с должна будет обеспечить вам временную защиту и выдать новый вид на жительство но в первой стране где вы получили статус временной защиты вам нужно будет полностью его закрыть а в новой стране нужно будет начинать все делать полностью с нуля также важно учитывать что новый статус временной защиты в новой стране будут выдавать в индивидуальном порядке то есть могут дать а могут и не дать все зависит от разных ваших индивидуальных обстоятельств поэтому если вы уже получили временную защиту в одной из стран ЕС и хотите еще раз получить ее в другой, рекомендуется обращаться в посольство страны, в которую следуете, в стране вашего пребывания. К примеру, если вы получили временную защиту в Испании, но хотите получить еще и в Германии, обратитесь в посольство Германии в Испании за разъяснение. В случае отказа вы все еще сможете поехать в ту же условную Германию, но будете иметь право на пребывание в течение 90 дней в рамках без виза и не сможете претендовать на права, предусмотренные временной защитой. Но эти разъяснения от посольства не являются гарантией получения нового статуса временной защиты, потому как окончательное решение будут принимать именно по факту вашего нового обращения на месте и подачи заявления. Далее по нюансам. Исландия, Швейцария, Лихтенштейн и Норвегия не являются странами ЕС. И тут нужно обращать внимание на важные детали. Швейцария. Государственный секретариат по вопросам иммиграции Швейцарии дал разъяснение. Если человеку уже был предоставлен статус защиты в другом шенгенском государстве, ему не будет предоставлен статус защиты С в Швейцарии. И как вытекающее следствие, это соответственно касается и социальной помощи, которая входит в статус С. По Норвегии тоже есть нюанс. На сайте управления иммиграционной службы Норвегии указано, что вы можете подать заявление на получение защиты. Но также указано, что в рамках дублинского регламента заявление будет рассматриваться первой страной Дублина, в которую прибудет проситель убежища. Если лицо, ищущее убежище обращается за защитой в другой стране Дублина, оно будет отправлено обратно в страну, которая уже рассмотрела его заявление или несет ответственность за рассмотрение заявления. То есть, если кто-то обращается за защитой в Норвегии и дело рассматривается как дело в Дублине, управление иммиграционной службы Норвегии не будет оценивать, нуждается ли проситель убежища в защите. Они только оценят, несет ли ответственность запросителя убежища Норвегия или другая страна Дублина. Если запросителем убежища отвечает другая страна Дублина, проситель убежища будет отправлен в эту страну. Несопровождаемые несовершеннолетние лица, ищущие убежище, будут отправлены в другую страну Дублина только в том случае, если у них есть там семья или если их заявление уже было обработано там. Если запросителя убежища отвечает норвегия то управление миграционной службы рассмотрит заявление как обычное заявление о предоставлении защиты что касается исключений то несмотря на все эти разъяснения они могут быть и по отзывам беженцев есть случаи с получением нового статуса временной защиты и в швейцарии и в норвегии но это лишь исключение поэтому всем беженцам нужно хорошо подумать связаться по всем возможным каналам странах где вы собираетесь просить новый статус временной защиты и уточнить все возможные моменты и нюансы потому что могут быть различные изменения а найти актуальную официальную информацию на просторах интернета не всегда легко и просто а теперь о самой большой ошибки которую совершают многие люди в этой ситуации ошибка заключается в том что люди ищут эту информацию на неправильных источниках например на каких-то левых сайтах в интернете в группах telegram а то и хуже могут консультироваться у своих друзей соседей которые никакого отношения не имеют таким вопросом единственное где можно смотреть эту информацию это только официальные источники и только на официальных сайтах а также официальные письменные обращения и консультации в компетентных органов то есть если вы смотрите где-то информации там нет ссылки на официальный источник где взята эта информация то лучше от этого держаться подальше чтобы вы не влипли в какую-то очень нехорошую ситуацию которой вы потеряете свои деньги бесценное время испортите себе нервы и получите очень серьезный стресс а ссылки на все официальные источники и официальные сайты где бралась информация для этого ролика вы найдете в описании к этому видео поэтому обязательно переходите в описании переходите по ссылкам на официальные источники и изучайте всю эту информацию и убедитесь во всем лично сами что искать ответы на все такие вопросы нужно только на официальных источниках а не где-то там на просторах интернета в прессе и сми или еще каких-то там сомнительных местах надеюсь это видео было полезным для вас поэтому попрошу вас поделитесь пожалуйста ссылкой на этот ролик в ваших соцсетях чтобы помочь всем нуждающимся разобраться в этом вопросе и обязательно подпишитесь на мой канал чтобы не пропускать важную и полезную информацию кнопочка подписаться внизу под этим видео и пишите в комментариях все ваши вопросы на которые вы хотите получить ответ что нужно разобрать что нужно показать какую информацию постараюсь все сделать это для вас в своих роликах на моем канале на этом все спасибо всем за внимание берегите себя до новых встреч пока пока